Всем привет, друзья! Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт напрямую из машины, напрямую из штата Висконсин, город Мэдисон, прямо вот с нашей линии. И я чувствую, что если бы я еще чуть помедлился своим покиданием этого замечательного города, я бы мог оказаться, ну как сказать, в еще более большом трафике, чем то, что я вижу сейчас. Передо мной, как вы видите, друзья, много машин, потому что есть много желающих и покинуть этот город, и приехать в него. Мэдисон — это столица штата Висконсин. Штат Висконсин — это один из 50 штатов, составляющих Соединенные Штаты Америки. Штат Висконсин находится на так называемом Среднем Западе, а более точно он находится на Верхнем Среднем Западе, Upper Mid-West. И это называется штат Висконсин. Меня зовут Юрий Рашкин. И я родился и провел детство в СССР, где я родился и провел свое детство на Патриарших прудах в Москве, в замечательном районе, окруженный достаточно приличными и интересными людьми, после чего я оказался в Соединенных Штатах, где и живу последние 35 лет. Почему-то я продолжаю говорить по-русски, почему-то у меня это хорошо получается. Вот так, друзья. Так что после пары почему-то здесь мы сидим вместе. Вот так. Так что если у вас есть вопросы, задавайте. Если у вас есть сердечки, жмите. Если у вас есть розочки, бросайте. В общем, вы знаете, друзья, я надеюсь, что здесь нужно делать. Я в этой штуке под названием ТикТок Лайв, ну, очень редко стал ее делать в последнее время. Я бы сказал, ну, в общем, не знаю, когда я в последний раз ее делал. В принципе. А уж так, чтобы делать часто, вообще даже как-то не могу себе представить. Но, может быть, это тот вариант, при котором возможно это сделать. Если я вот буду об этом помнить. Теперь у меня слегка новая подставка для камеры. Я так смотрю, вроде бы работает, вроде бы то, что полагается. Вы видите, так сказать, картинку того, что передо мною. И можете наблюдать, друзья, вот так выглядит трафик в Висконсине. Это плохо, это хорошо. Это много или мало. 200 кубиков Акдама. Живу я в Висконсине уже 20 лет в этом году, на самом деле. Потому что я приехал в Висконсин из штата Юта, где я жил 16 лет до того. И я приехал и в 20 лет в 2004 году, значит, 24-20 лет, провел в штате Висконсин. В штате Висконсин я попробовал несколько карьер. Некоторые из них закончились, некоторые из них остались. Например, когда я приехал сюда, в Висконсин, я был моргидж-брокером. То есть у меня была компания по финансовым услугам. Мне это, ну как, не то чтобы мне это нравилось, но это приносило мне достаточно большие деньги. И давало мне и моей семье возможность существовать таким образом, что я зарабатывал достаточно, чтобы моя жена не работала. Это продолжалось некое количество лет. И я думаю, к тому моменту, когда мы с ней расстались, подходило к окончанию момента, когда возможно было, чтобы я работал, а она нет. Мы оба уже тут рухнула экономика, и мы все пошли искать работу. С другой стороны, некоторые вещи, которыми я не занимался в Юте, я начал заниматься в Висконсине. Например, в Висконсине я получил сертификацию переводчика и стал судебным переводчиком, коим я являюсь, сертифицированным в Висконсине и в штате Иллиной. Так что в двух штатах у меня сертификация, и это означает, что когда что-то происходит, скажем, в судах, или еще где-то, где нужен переводчик, который сделает, который как бы, ну, есть достаточно высокая квалификация для перевода, что нужно, когда можно будет оспаривать. Как, знаете, когда человека арестовали, или у человека серьезное обвинение, а переводчик у вас был сертифицированный для этого человека, который не говорит по-английски, нет, там кто-то приходил, или наш полицейский, там есть кто-то, кто говорит, а сертификации нет? Нет. Ну, вот можно поставить под вопрос. А поставить под вопрос – это очень нежелательно. Поэтому переводчик сертификации имеет большой смысл для, по разным целям для судов. Также есть переводчики медицинские, есть переводчики разные, есть переводчики по телефону. Вот. Я, значит, теперь уже работаю переводчиком как переводчик. Наверное, последние лет 14, да, ну, я начал, кажется, в 10-м году. Я не сразу получил полную сертификацию, это у меня заняло несколько попыток. Я вначале получил Provisionary, то есть мне давали ее на данное время, она была еще не окончательная, а потом, в конце концов, я заслужил и окончательную. Сдал экзаменацию, получил, теперь мне нужно регулярно посещать определенное количество классов каждые два года, ресертифицироваться, доказывать, что я, кто есть я, и я продолжаю улучшать свои знания как переводчик. Так что это делает такие классы, скажем, для адвокатов, для разных сертификаций. Если для того, чтобы эта сертификация продолжала быть действующей, значит, должны быть какие-то классы повышения сертификации этой, постоянно. С другой стороны, для судов, для даже системы, они хотят поддерживать, вот, чтобы у людей была сертификация. Потому что, в принципе, работа непредсказуемая. Как пожарный, я не знаю, сколько будет пожаров или сколько будет запросов на перевод. Это все достаточно, не то чтобы непредсказуемо, а, ну, непредсказуемо, в принципе, да. Вот, поэтому переводчик — это одно из точек я занимаюсь. Другое мое занятие — я преподаю, я преподаю ораторское искусство или ораторскую речь, или речь на публике, как вы хотите это, так сказать, назвать, потому что по-английски это просто называется «speech» или «introduction to public speaking» или «communication», «public communication». Есть разные способы, как это можно назвать, но это также называется, это, значит, то, что я преподаю. С моей точки зрения, это что-то типа буткемп, тот лагерь призывников, который проходят изначально, образовывают, так сказать, люди, которые выходят на публику. Я их учу студентов, что у них есть тело, у них есть голос, у них есть руки, у них есть язык. Все это нужно использовать для того, чтобы быть более эффективным оратором. Это же не только ваши замечательные мысли и ваши шикарные слова, а нужно еще там ладони показывать людям, смотреть им в глаза, иногда двигаться. Есть определенные правила, и у каждого при этом человека это в каком-то смысле является, я бы сказал, индивидуальным коучингом, когда есть определенные правила, но у каждого человека есть что-то, что этому человеку, над чем ему нужно поработать для того, чтобы улучшить качество своей речи. Но, работая над этим, мы улучшаем качество своей речи таким образом, как я говорю своим студентам. Вы, друзья, все будете успешны, я верю в вас, но я знаю, что вы будете еще более успешными, если вы будете хорошо владеть ораторским искусством. И вы будете, и они как бы, ну как, как, мне кажется, с этим поспорить сложно. Так что я преподаю это, как ни странно, американцам по-английски. Этот класс является основным классом, как обязательным классом в университетах американских. И это часть того, почему американцы, как правило, лучше говорят на публике и лучше себя ведут в этой ситуации более спокойно, потому что у них был вот такой класс, где они чему-то научились, где они попробовали такое искусство ораторское. Что-то над собой поработали, что-то о себе узнали. И теперь, когда им в будущем приходится это делать, они уже не так теряются, как когда это происходит в первый раз в жизни. Как я говорю своим студентам, друзья, сходите в зал Судан. Не тогда, когда это ваше дело, а тогда, когда это просто вам интересно. Пойдите, посидите, посмотрите, что там происходит. Это очень важная часть процесса. А тогда у вас как бы есть более большое понимание, что это такое. Потому что когда мы там оказываемся, не дай бог, потому что у нас что-то случилось по жизни, мы очень нервничаем не просто потому, что это у нас произошло, а еще потому, что это суд. И иногда трудно думать в такой ситуации. Поэтому я рекомендую сходить в суд заранее, посмотреть на то, как это все происходит. Если вы живете в стране, где это разрешается, в США вы можете прийти в Small Claims Court. Или вы можете просто прийти в любое заседание суда. Иногда судья может спросить, каким ветром вас сюда занесло. Ну, вы просто объясняете. Они больше хотят знать, что вы там не мать, не брат пострадавшего, я не знаю. А если вы просто пришли посмотреть, ну, заседание открытое. За исключением, когда дело касается несовершеннолетних. Так что, в общем, заходите и практикуйте то, что вам может понадобиться. И оказаться в зале суда, и ораторской речи. Так что общение на публику. Это еще одна вещь, которой я занимаюсь. Как вы видите, друзья, я стал активно появляться в СМИ. И теперь практически каждый день даю кому-то какие-то интервью. Я стал, превратился в одно из таких говорящих голов в русскоязычном пространстве. И я, ну, не против, потому что я пытаюсь донести до людей какую-то информацию. Да, возможно, я предвзят. О, я ужасный демократ. Но, мне кажется, чем отличается русскоязычное пространство, медийное, это тем, что оно не демократично, оно не либерально, оно не прогрессивно никоим образом. По ряду причин, которые я сейчас не буду объяснять. И главная, одна из, ну, как бы важных вещей тоталитарного государства, это то, что люди, у людей нет выбора, какую информацию получать. Поэтому, когда я, так сказать, вещаю, и люди видят то, что я говорю, и это каким-то образом не совпадает с тем, что они видят, то у них есть возможность, ну, хотя бы сравнить, хотя бы сказать, ну, интересно, я думал, что может быть только так, что только дубина, идиот, дебил может думать по-другому. А вот смотрите, Юра Рашкин, он вполне достаточно приятный человек, достаточно образованный. Я, правда, с ним категорически не согласен по политике. Это очень понравился комментарий, вот только сегодня увидел. Просто запал в душу то, что Юрий Рашкин такой вот обаятный человек, но по политике я с ним не согласен. И даже на концерт его я хотел бы сходить, написала, видимо, женщина. Но вот с политикой не согласны я. Это замечательно. Так вот, друзья, я вам даю возможность увидеть другую точку зрения, не просто другую точку зрения какого-то маргинала, а точку зрения большинства американцев. Потому что когда Трамп проиграет, то вы не поймете, что случилось, если вы все время будете понимать то, что происходит в США от какого-нибудь Гарри Табаха или я не знаю, кого еще. Просто я не знаю почему. Видимо, наверное, потому что люди, которые понимают в американской политике, не говорят по-русски. А люди, которые говорят по-русски, не понимают в американской политике? Или не хотят общаться с русскоязычными СМИ, или не хотят на это тратить время. А вот мне нравится говорить по-русски. Мне не с кем поговорить по-русски. У меня нет друзей, в принципе, которые говорят по-русски, потому что, ну, откуда? Я живу в Висконсине, где я единственный Юрий вообще вокруг. Так что мне им приятно. Я человек, как бы, исполнитель, я политик. Все это образователь, как видите, преподаватель. Ну, почему бы хорошее дело не сделать, не рассказать людям о новостях, заодно еще отполировать свое, как бы, все это практика, языка, практика, как это, ну, лучше донести мысль до людей, мозги, как бы, не атрофируются. Так что мне это все приятно. Наверное, еще частично мне это приятно, потому что я не слышу комментарии иногда от людей, которые со мной категорически не согласны. Ну, я баню у себя на канале обычно трампистов и путинистов, потому что я не вижу смысла в такой беседе. Это мое личное решение, и если вы не согласны, то, ну, такие правила. Мой канал, тут первая поправка Конституции работает в том смысле, что, ну и что, пожалуйста, я могу вас забанить, вы можете меня забанить. Первая поправка тут работает в том смысле, что она позволяет нам всем делать тут, что мы желаем. Так что вот такой я стал такая говорящая голова, разговаривающая о том, что происходит в Соединенных Штатах. Так что я переводчик, я преподаватель, я еще и музыкант. О, боже ж мой, я еще и музыкант. Я пианист. И если вы пойдете на мою страницу в Фейсбуке, первое, что я поставил, я вот недавно записал еще одну такую музыкальную импровизацию, которую я наложил, сейчас очень популярна, такая комната какая-нибудь. Я нашел комнату, которая мне показалась такой приятной. Ну, есть разные комнаты, в которой при этом падает снег. Не в комнате, а за стеклом, за окном. И мало того, что падает снег, но еще и камин в комнате. И в этой комнате такой, значит, трещит огонь, сзади то, что все происходит, снежок, и играет музыка. Я играю такую очень приятную, расслабляющую пианинную музыку, когда я играю соло. Но также я играю еще, ну, в любом стиле, когда мне нужно играть с другими людьми. И еще я играю такой джаз. Я приятно себя чувствую в районе ресторана, когда не то чтобы экс-бацей, а когда все едят, а сзади такая приятная музыка, и просто нам хорошо на душе от всего того, что происходит, и мы узнаем много знакомых мелодий. Это вот я. Один из частых комплиментов, когда я играю, где-нибудь люди проходят мимо и говорят, о, я думал, это компакт-диск или что-то на радио, а это живой музыкант. Ну, как интересно. Вот. Так что выступаю как музыкант, как переводчик, как преподаватель, и, ну, естественно, я еще и политик. Так, давайте до того, как я скажу, что я музыкант, добавлю, что еще как музыкант. Я пианист, и я контрабасист. Как контрабасист я, естественно, играю на бас-гитаре. Пусть что и объясняет студия, в которой я обычно все вещаю, там, видите, спасибо. Я вижу, кто-то жмет сердечки. Ох, люди, которые жмут сердечки. Такие хорошие люди. Да, спасибо, друзья, за поддержку. Так что контрабасист и бас-гитарист я такой, что выступал разными группами и в стиле ска, и регги, и R&B, и рок, и, в общем, джаз, естественно. Всего, чего только не было, всего это я поиграл в каком-то смысле. Даже поиграл в стиле, знаете чего? Пьяно-бар. Это когда два пианиста собираются и играют песни, там, типа Элтон Джон, Билли Джоул. Я вообще и так похож на Билли Джоул. Так что это мне пьяно-мен, там, всякие, в общем, замечательные классические американские песни. И тут я могу, естественно, и спаться идти на пианино и на контрабасе. Все это выглядит достаточно прикольно. Это тоже жанр, в котором, знаете, нужно петь там Sweet Caroline, Нила Даймода, а потом останавливаться, потому что толпа должна кричать «да-да-да». Так что нужно вот эти все моменты знать. Это вот, значит, пьяно-бар. Это тоже еще то, что я могу. В какой-то момент я этим занимался. Но это прекратилось с ковидом, а после ковида как-то, я бы сказал, не возродилось. И я даже не особенно горюю, потому что это было интересно и весело. Но это было также достаточно, ну, это, как вам сказать, это более сильная энергия, чем я. Я люблю, так сказать, посидеть и поразговаривать или порассказывать, или сыграть. А тут нужно просто людей развлекать бесперерывно. Я не знаю, насколько я, мне кажется... Но, опять же, если бы я это делал достаточно часто, уверен, можно было бы завестись без проблем. Выпиваешь Red Bull перед выступлением, встряхнул голову и пошел, поехал, вперед, пьяно-бар. Так что музыкально я попробовал разные вещи. Музыка ска – это замечательная. Не сказка, а ска. Это такой быстрый реггей. Уца-утца-утца-утца-утца. Или, значит, барабан делает такой стиль, я называю, чукча. Чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча-чукча. И вы, значит, и играете на гитаре там. Ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца. Так можно очень весело провести вечерок с такой музыкой. И в Юте, в штате Юта, это очень популярный жанр, потому что молодежь может на таком оторваться, при этом в сухую, без алкоголя, без наркотиков, потому что Юта это все-таки сухой достаточно штат. Я думаю, до сих пор, а уж 30 лет назад тоже, но повеселиться. Хочется куда-то с друзьями пойти, хочется с пацанами. И ютские, мормонские пацаны ходят на СКА. Это, значит, такая крутая музыка для белой молодежи. Тоже это я играл, это было интересно. Так что музыкальный опыт у меня достаточно разнообразный. Кроме этого, я, естественно, политик. Это то, чем меня здесь как бы знают в Ютубе и в ТикТоке. Это как политика. Потому что на самом деле я политик на достаточно, ну как, на местном уровне. Я не губернатор штата, не сенатор, не конгрессмен, не штатный сенатор, не штатный легислатура. Я местный уровень. Но это моя вторая позиция. Я 4 года был в горсовете города Джейнсвилла, а сейчас 6 лет я уже в окружном собрании округа Рок, штат Висконсин. И вот сейчас выставил свою кандидатуру на переизбрание на четвертый срок. И четвертый срок, четвертый раз избираюсь, переизбираюсь без оппозиции. Такое тоже может быть в нашем округе 29 мест. И из этих 29 мест я посмотрел 9, включая меня, избираются без оппозиции. Все остальные либо уходят в отставку, либо там 2, иногда 3 кандидата на их место, на одно место. Так что либо это потому, что в моем округе все такие умные, что никому это не нужно, либо я своей силой и структурой отпугнул всех своих компетитеров, соревнующихся конкурентов. Кто его знает. Но факт остается фактом. И тут нужно отметить только одну важную вещь. Моя партийная принадлежность. Партийную принадлежность. Я был сторонником, являюсь сторонником и буду, скорее всего, всю жизнь свою являться сторонником демократической партии в Соединенных Штатах. Хотя если демократическая партия изменится, как сильно изменилась, скажем, республиканская партия, то тогда, я думаю, мне все-таки, я надеюсь, у меня хватит, как вам сказать, объективности признать, что партия изменилась достаточно. И вот как и для республиканцев, которые за Никки Хейли. Да, они есть в республиканской партии. Ну их сколько? 20%? Ура! И при этом избиратели Никки Хейли говорят, что они ненавидят Трампа. Так что, если я окажусь в партии демократической, где я буду ненавидеть человека, который представляет как бы ее стандарты, является знаменосцем ее знамени или флага, как сейчас практически является Дональд Трамп с республиканской партией, то я думаю, я пересмотрю свою точку зрения по поводу... Да, пересмотрю свою точку зрения на политику. Но до тех пор я продолжаю поддерживать демократическую партию, потому что это партия, которая поддерживает интересы здравого смысла и здравого разума. Да, там есть разные политики, но они все системные политики. Ни один из них не пытается захватить власть силой через толпу, которая захватила Капитолий. И вот эти люди уж точно не контролируют повестку демократической партии, как они делают в республиканской партии. Да, мы инвестируем важные дискуссии о том, что является для нас главным в демократической партии. В том смысле, что мы говорим о важности, скажем, крыла Берни Сэндерса или о крыла Джона Феттермана, о повестке, потому что есть как бы разные подходы. Все у нас это наблюдается. Но я не знаю, насколько это... Такой диалог возможен республиканской фракцией, где мы видим, они только пытаются друг друга съесть. И выслужатся перед Трампиком. Трампушей, Трамп и его тромпоны. Так что вот такая ситуация. Но при этом я... Моя позиция как депутат окружного собрания никаким образом не связана с демократической партией. Я не кандидат от демократической партии. У нас не было никаких партийных праймарис, которые я выиграл, чтобы стать кандидатом даже формально, даже номинально. Я просто, как гражданин моей страны, имею право избираться на определенные позиции вообще, не объявляя никому, какая моя партийная принадлежность. И вот то, что топ-тап обе позиции, до которых я был и служил, и служу, и в горсовете, и в окружном собрании, не являются партийными позициями. За именем каждого из наших депутатов нет буквы Р или буквы Д, или Р или Д. Вот смотрите, дымит человек. Ох, дымит! Дымит, аж воняет как, ой! Лучше его объехать, пока он не взорвался. Да, так, объедем мы его и пожелаем ему успеха, и чтобы он приземлился не в какой-нибудь сугроб. Ничего себе! Да. Вот так. Так что мои позиции, друзья, не партийные, но при этом я являюсь сторонником демократической партии, но при этом, честно вам скажу, что я получил пару писем, напоминающих мне о том, что мне неплохо бы обновить мое членство в демократической партии. Так что я не помню, в какой момент я последний раз заплатил свой взнос, свои там, я не знаю, 10, 20, 30 долларов. Не знаю, годовых взносов. Но, в принципе, ситуация такова. Так что я, в принципе, больше сторонник демократической партии, чем политик от нее. Политик я от себя. И это, кстати, интересно, потому что, несмотря на то, что люди вокруг, в принципе, знают, что у меня достаточно либеральная повестка, у меня есть достаточное количество людей, которые меня поддерживают, которые со мной политически абсолютно не согласны, но при этом они согласны со мной. Знаете почему? Потому что они меня поддерживают, потому что я говорю то, что думаю. Это очень интересно. Люди, которые говорят, я Рашкина не поддерживаю, потому что он неправ. Я его поддерживаю, потому что он говорит то, что думает. А это, это и как раз то, что я хочу. Потому что наша система-то какая? Она такая политически корректная. Человеку не дадут высказаться. А Рашкин высказывается. Значит, я его поддерживаю. Я и Трампа могу поддержать, и Рашкина. У меня были и Рашкины. У меня была, однако, избирательная кампания, когда я... Ну, в общем, там было несколько людей, которые вот тогда, они взяли мои надписи, которые вставляют у себя на газон. Люди ставят такие таблички, что, мол, поддерживайте того или другого кандидата. И люди проезжали и говорили, Юр, что происходит? Там какой-то там, я не знаю, страшный республиканец, и твоя надпись у них во дворе. Что происходит? Я говорю, ну, я не знаю. Но вот у меня такая двухпартийная поддержка. Так что это часть этой беседы. А часть двухпартийной поддержки основана на том, что меня поддерживают и демократы, и республиканцы просто за то, что я, видимо, сделал, как избранное лицо, не партийное, и в горсовете, и в окружном собрании. Потому что людям в городе их не волнует, кто президент их волнует, забирает ли у них мусор, функционирует ли у них их местное государство, как у них дороги выглядят, как у них проходят те услуги, которые должны они получать от своего местного, от этой местной организации под названием город, или деревня, или округ. Это же все организация. И вот это все эти организации должны функционировать. И в этом смысле я, как член окружного собрания, в каком-то смысле рассматриваю свою роль как член совета директоров, которые следят за этой организацией под названием город или округ. Рок-каунти, например, которым я сейчас служу. И это означает, что есть люди, которые в администрации, служащие, которые все знают больше, чем я, про свою каждую, значит, часть этой организации. А я прихожу пару раз в месяц, или там, в зависимости от разных комитетов, иногда намного чаще, для того, чтобы проверить, что все движется путем, что все идет как полагается, что мы следуем правилам. А если нет, то правила нужно изменить. И это, опять же, очень важная функция моей позиции. Это правила. Эти правила можно улучшить. Ну как, их можно менять. Мы можем говорить, что мы принимаем решения при таком количестве, или при сяком количестве, или что мы можем встречаться через Zoom, или мы не можем встречаться через Zoom. Есть много правил не только наших собраний, но и работы нашей организации, на которые мы можем влиять. Что мы и делаем, как собрание. Окружное собрание. Так что это все очень круто и интересно, и у нас даже есть наш маленький Трамп, который является таким правым экстремистом, и очень хорошо демонстрирует всем нам, почему вот такие экстремисты опасны. И при этом интересно, что есть политики, которые также меня опасаются, потому что Рашкин говорит то, что думает. С ним опасно. Он такой бомбометатель, гранатометчик. А с другой стороны, есть рецептиканские экстремисты, которые просто, мне кажется, намного опаснее Рашкина. И все это понимают. И вдруг, мне кажется, Рашкин стал намного более разумным и спокойным, потому что все, друзья, познается в сравнении. Так что это, значит, моя работа политика в окружном собрании. И что же я вам рассказал? Все, мне кажется, шапочки свои рассказал. Переводчик, преподаватель, музыкант, политик. Пианист, так что я же все на П, правильно? И Папа. Папа двум замечательным точкам. Так что, друзья, смотрите Рашкин репорт, подписывайтесь, задавайте вопросы, участвуйте. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на нашу слегка замороженную тундру. И до новых встреч. Меня зовут Юрий Рашкин. Ну и давайте выключать этот эфир. Посмотрим, если это легко и возможно. Спасибо всем.